Ирина Ореченко, Горно-Алтайцев, прошу. Такое впечатление, что меня здесь знают. Конечно! А я надеялась, что я выйду на незнакомый зал, и спою свои добрые старые песни, ничего с ней, какие раритеты. Прямо кассеты еще сохранят. Обалдеть. Простите, запустили. А есть кто-нибудь, кто меня первый раз в этих случаях? Есть! Ой, друзья мои, можно я для вас собою? Я им уже надоела. Хочу предложить вам сегодня... Во-первых, давайте с Новым годом вас я поздравляю. Нам не удастся увидеться на Новый год, поэтому мы сейчас с вами садимся в поезд, едем со мной в Москву, и загадываем желание, чтобы оно сбылось. Есть заветные желания? Давайте загадывать. У меня вот всегда есть. Да, если уж меня знают, и раз уж, видимо, слышали мои песни, можно подпевать. Я только за. Я только за. С Богом и как-нибудь переместился туда, где старый друг живел. Заспадный дружинник будет кряхтя вести. Я посвящу ему полудорожных строк, только бы он меня не задержал в пути, чтоб старый друг не с чем шуткой ночной звонок. И до Казанского через Союз. Город, где старый друг ждет за столом меня, где Новый год придет без опоздания. Взять для Москвы билет где-то под Новый год. И на четвертый день кнопку звонка нажать И погрузить весь дом в массу смешных хлопот. Только б не опоздать, чтоб не устало ждать. И погрузить весь дом в массу смешных хлопот. И только б не опоздать. Спасибо, кто подпевал. То есть, чувство, рука прям зажимается. Те, кто меня знает и слышал, простят мне то, что я сегодня спою старые добрые песни, потому что обещают, что в понедельник на концерте будут премьеры для вас новых песен, которых вы не слышали. Это я обещаю. А сегодня просто хочется сделать подарок зрителям, тем, кто и любит мои песни, и полюбливает, и первый раз слышит. Бабушки в зале есть, да? Есть. Как и все бабушки? Я думала, тут еще мужчины есть, а тут одни бабушки, что ли? Дедушки тоже есть. Дедушки тоже есть. Подарок бабушкам не только тем, которые в зале, но и тем, которые наши, любимые бабушки. Река над солнцем шнурится, качая облака, И радко сутулится, над нами словно мост, В ладошку ветер просится, как детская рука, В кармане тонко спрякает, как мелочь костку звезд. Я собирала звезды, будто камушки, С одной березовой катушки, у знакомой бабушки. Она их там выращивает, а живет одна, Я иногда не захожу поесть, а ладоши. Завтра пойдем на крышу, Звезды подкинем выше, Ветер на них подышит, И у кого потрет, Небо рекой прольется, Слонку югу колоться. Балушка из-за конца В гости нас позовет. Мы будем не спеша напиться, Чай свой остужать, Об урожае и погоде мудро рассуждать, И солнышко ладушек поднимется в зенит, И звездочка, проглюнувшись, К катушке засвинет. Завтра пойдем на крышу, Звезды подкинем выше, Ветер на них подышит, И у кого потрет, Небо рекой прольется, Слонку югу колоться. Бабушка изведется, Звезды свои поет. Аплодируйте. 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 Факт. Друзья мои, Раз вы аплодируете здорово, Значит у нас у всех вместе Получится создать небольшой шумовой репест. Да. И я знаю, что этот инструмент У каждого из вас всегда с собой есть. Это можно делать очень активно В проигрышах, в вступлениях и в припевах. Вот. А на куплет можно чуть-чуть затихнуть, Чтобы все-таки послушать, что я там пою. Чередуйте руки, чтобы они не устали. Здравствуй! Уже приютели скворцы, Праздник какой-никакой. Разговоры детишек про цирк, Что приезжаем в порог. Солнце проснулось, Черегу и лист, На полунуши в бочке расцвел. Но, словом Богу, на весны дождались, День глянец не понадобил. Детель он раздавал, Как будто ночи я в словах, Говорил с недавних пол. В двух различных языках, Один из них о новостях Составлюсь простейших фраз, Другое молчание о нас. Песни, ты знаешь, Немного пишу, Ну, как сказать каждый год. Да, я, наверное, Все время спешу Жить, что, возможно, пройдет. Скоро, любимый, Сиреневый май, Свадьбу майских жуков. Что ж ты молчишь? Лучше не отвечай. Только не надо гудков, Не телекомный разговор, Не короче я в словах, Говорил с недавних пол. В двух различных языках, Один из них о новостях Составлен из простейших фраз, Другой молчание о нас. Говорил с недавних пол. Не телекомный разговор, Так многоточие в словах, Говорил с недавних пол. В различных языках, Один из них о новостях, Составлен из простейших фраз, Другой умолчание о нас. Ух, молчание о нас. Алло, dio, Спасибо.